Привет, мой любимый подписчик, подпишись на телеграм-канал, там лучше, чем дискарты, там я что-то выкладываю. Ну, пожалуйста, 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 подпишись. Не, не хочу. Пожалуйста, ну блин, подпишись, плиз. Нет, чё-то не хочу, пока. Короче, небольшая ещё ремарка. Изначально данное видео должно было выйти намного раньше, но я, честно говоря, подзабил на монтаж и прочее, и поэтому выпускаю только-только под конец данного месяца. Поэтому приятного просмотра данного ролика. В общем, всем привет, с вами Агантриус, и я решил доказать в очередной раз, что все игроки, которые сделали видео про The Classic, были неправы. И в том числе и я. Ведь на это видео я потратил свыше недели, чтобы осознать. Ну, вся эта неделя ушла просто на осознание того, что я обосрался. Причём жидко. Господи, каким же я был глупым, когда делал то видео. Господи, ну как можно было подумать, что Рублокс... Ну, вообще, Рублокс был таким плохим. Как можно было вообще об этом задуматься? В том числе и о том, сколько много видео было об этом ивенте. Какое разочарование, провал. Рублокс опять обосрался, все дела. Но я решил в этом видео доказать всем нюфагам, старичкам, всем дебилам, что вы все были неправы. Вы сделали Рублокс жертвой. А он не был злодеем, по сути, не был. Это вы злодеи, вы комьюнити всё это сделала. Вы были виноваты. И давайте начнём с плейсов, ведь все жаловались на это. Гоночки, казалось бы. Многие почему-то не задумываются, что гоночкам, ну, самому жанру дохрена лет. Пожалуйста, вот пример. DriveBlocks Unlimited. Вау, 2011 год. Напоминаю. Вот ещё раз картинка, где показывается временной пробежуток конкретных времён Рублокса. То есть, классик, голден и так далее. То есть, всё по канонам. Тауэр Дефенсом. Многие также воняли. Ой, Туалет Тауэр Дефенс, ещё ТДС, господи, это жанр совсем новый и прочее. Но знаете что? Вы все смачно обосрались. Приветствую. 2007 год, сука. Что нахуй? Сожрали говна, блядь, тварь ёбаная, а, ребятки? О, блядь, да. Сейчас, блядь, вижу ваши ебалы такие. Блядь, ебать мы обосрались. Пиздец. Прикиньте себе, 2007 год. То есть, ребятки, вы все смачно обосрались. Дальше. Симулятор. Вы скажете, симуляторы это тоже довольно-таки новый жанр. Ха, сука. Здорово нахуй. Драйв Блокс тоже под это подходит. Но, и так же, есть вот этот древний плейс от не менее легендарного игрока. Так же подходит Natural Disaster Survival. Видите, это по сути тоже симулятор. Если что, вы можете про это почитать. Много кто игроков признает, что Natural Disaster Survival, он тоже симулятор. А не только просто survival жанр. Драйс ту импресс. На самом деле, я смог найти, ведь существовало много плейсов древних, которые позволяли тебе переодеваться вообще в принципе. То есть, одежду нацеплять, волосы и так далее. И морфы применять. И так вот, Sunset City. Я его упоминал в ролике на статические плейсы, в которые я играл. И там был, там было подобное, там было определенное место. И там так же можно было переодеваться и выходить на сцену. Охуеть, не правда ли? Вы все тоже пососали говна. Тайкун, Брэд Фактори Тайкун. Я делал даже, вот пожалуйста, видео. Тайкуны гениальны. То же самое. Причем, кстати, показалось все, что скрин нынешнего плейса, который в принципе рабочий. От 2009 года. То есть, все равно подходит под временной промежуток. Потому что оригинальный плейс был удален. Да и в принципе, как сам Убер Уберт. Потому что на это на Вики даже указано давно. Адопт.ми. Вы скажете. Хо, тут ты точно проколешься Агантру. Сразу сожрешь говна смачно. Как раз нет. Рублась, Савель! И сюда еще можно, кстати, отнести лайфтопию, как Адопт.ми. Типа вот в Адопт.ми и в Лайфтопе. По сути, то же самое. Короче, суть плейса была та же самая, что и сейчас в нынешнем времени. Роллплей. Вы скажете. А питомцы, а? В Адопт.ми. Угу. А питомцы были. Только игроки сами были питомцами. Да уже на то время были морфы. Морфы. Это модели. В плейсах Рублокс, которые превращают игрока в какую-то модель. Будь то известного игрока, животного или вовсе предмета. Обычно морфы без графического интерфейса представляют собой модель с обычной красной, круглой, квадратной платформой перед ней. И если игрок вступает на платформу, он становится моделью, собственно, такого вот прикола, да? Морфы часто используются в ролевых играх. И некоторые морфы могут быть встроены в графический интерфейс пользователя. Где если вы нажимаете кнопку графического интерфейса... В общем, короче, вы поняли. Да, конечно, можно всячески доебаться. А вот в Adobe.me это были не игроки, а именно что питомцы, за которыми можно было ухаживать, кормить их и прочее. Ребятки, то есть, учитывайте какие-то года. Это вам не говорящий том, не поу. Это были светлые классические года. И, блядь, какой нахуй супер-мега-сложный скриптинг? Вы о чём, ребята? Ну там, ой, ган, трюстусь, по твоему мнению, можно натянуть сову на глобус. Ой, да ладно, ребята, чё вы приебались-то ко мне? Я просто факты высказал. Ведь что там питомцы, что здесь? А значит, всё подходило... Ну, вообще, под ивент. Так что, сосите хуй. Хули, ребятки. Gunfight Arena. Ну, шутер как шутер. Всё так же подходит под классику. Вот, пожалуйста, Payneball, да и Zeppelin Wars ещё может подойти. ФПС, значит, всё окей. Всё, пососали. В общем, как вы могли понять, вы все были неправы. Вы сделали Рублокса злодеем. Но Рублокс оказался всего лишь жертвой. Он ведь хотел нам дать то, что мы просили. Вот, пожалуйста, вещи, которые отсылают на классические вещи. Ммм, а это? Чё, съели? А что насчёт плейсов? То есть вы на серьёзных щах будете в 2024 году играть в игры, которые уже давно отметили десяток. То есть лет. Типа, вот чё, ребята, совсем идиоты. И которые, к тому же, давно не обновлялись. Что говорить. Большинство создателей всех этих классических плейсов давно уже устранены из платформы. За какие-то махинации, там, или хакерство, или ещё какое-то дерьмо. То есть, что вы ожидаете, ребятки? Правильно, ничего. Вы скажете. А как же Natural Disaster Survival? Он тут же тоже был? Почему его здесь не было? Он был в The Hunt'е. Всё. А тут просто нам дали совсем что-то другое, в отличие от The Hunt'а. Значит, всё окей. Нам тут дали современные плейсы для того, чтобы мы ощутили, что такое классика. Взять тот же Туалет Тауэр Дэфэр. С камон! Он своим качеством просто буквально напоминает. И говорит. Смотрите. Всё как в плейсе 2007 года. Такие же анимации. Такая же, там, кастомизация. Башенки и прочей. Кал. В общем, вы поняли. И напоследок. Dusty Trip. Эм. Ну, идите нахуй, короче, ребята. Были такие плейсы, я уверен, в те времена. Потому что, ну, блядь, все любили машинки. Где так же, наверное, скорее всего, была задача. Где-то куда-то бездумно ехать. Что-то там побутную выполнять. Или просто делать. Короче, идите нахуй. Реально, шо, съели говно? Ага, давайте идите нахуй. А, а Гэнтриус? А что насчет других плейсов, которые участвовали в ивенте? Признаю. Вы меня тут подловили. Бэдварс. Я что-то не припомню Майнкрафта в те годы. То есть, самая мини-игра Бэдварс. Блэйдболл. Я бы мог сказать, что это, типа, отсылка на плейсы, где нас заставляют один на один сражаться с помощью ближнего оружия. Там топоры, мечи и так далее. Вот это все, да? Либо команда на команду. Но потом понял, что да, такого не было в те времена. Склепить вообще все понятно. Ну, какой тикток в те времена? Или уж тем более мюзикли. Драгон Адвенчерс тут. Я тоже долго искал. Но в итоге забил. Скорее всего, что-то было, наверное, в те времена подобно. Где были просто условные модели драконов. Но никак не взаимодействовать с ними просто. То есть, летать на них, кормить и прочее. Ну, короче, ладно. Подловили и забулили, признаю. Но все же, часть плейсов соответствует тематике ивента. Что на это скажете, хейтеры, этого ивента? Ничего. Ну, я так и знал. Ничего удивительного. Школьники записали свои никчемные видео со своим, якобы, объективным мнением. При том, что все эти ебучие школьники поселились совсем недавно. 22-й год, 23-й, 24-й, 20-й, там, 19-й. Ребятки, сосите хуй. Я с 15-го тут сижу, ребята. Вы о чем? Get a fuck out. И все в название вставляли. Ивент был разочарованием. Или ивент классик провал или нет. И многое другие вот это все дерьмо указывали. Типа, блядь, ивент обосрался там, хуйня, все дела там и прочее. В том числе и на западе никто не выкупил. Хотя, казалось бы, вроде бы западная аудитория раньше начала играть в Рублокс, чем мы, СНГшная часть. Но так и не поняла всю гениальность Рублокса и его руководство. Ну и напоследок, Агант Рюсты прокололся и забыл об одном. О чем же? О заданиях, которые были в плейсах. Ааа, вы об этом. Посмотрите геймплей старых плейсов, и уж тем более ивентов. И вы все сразу поймете. Все отсылает на старые времена. Долгие и нудные задания или просто куча условий для выполнения задания. А где-то просто забили и сделали тяп-ляп. Ну все по классике же сделано. Ну что вы не доперлись что ли? Все ноете и ноете. Недовольны Рублоксом. Постоянно... Вот реально, сколько можно обвинять именно его? Делать его злодеем, а себя жертвой? Это типа вы такие бедные и несчастные получили не то, что хотели. Может, но это начать с себя. Вы, комьюнити, виноваты в этом, а не Рублокс. Вы сами не можете определиться, чего вы хотите. Вы либо хотите все, как в старые времена, либо современно, но с классическими плейсами, либо вообще хер пойми. То хотите, чтобы вы было все халявное, куча вещей, ебать размечтались? Блядь, вы еще скажите, что хотели бы лимитки нахуй. Да и вообще, чтобы вернули экхант и прочее. Так вот, Бит Зе Хант. Яйцо было? Было. Значит, все по канонам Эгханта. А классик ивент выполнил вообще свое предназначение. Причем в конце дав нам классический бой с хакером. Все по канонам. Я же говорю, вы же, наверное, не шарите, Ньюфаги. Но подобные битвы были в те времена. Поэтому сосите. В общем, ивент оставил след в истории. Причем не коричневый, а вполне золотой. Ладно, ребятки, давайте теперь серьезно, без всяких рофлов и вот этого какой-то, блядь, хуевые шутки, затянувшиеся. Действительно, да, ивент, мягко говоря, реально разочаровал. Каких-то фишек не хватало. Всяких приколов различных, какого-то отношения, командных игр тем более. Мне почему-то этого больше всего не хватало. Мне в старые ивенты всегда нравилось сыграть в игры. В плейсы, которые требовали командной игры, командной работы. А чтобы, ну, не работал только один, как в Gunfight Arena. Там не нужно команды или еще что-то. Ты можешь сам по себе там в одиночку просто ебашить и все. То есть, вот Dusty Trip тоже не требует командной работы. Там можно в соло пройти наизич просто. Поэтому такие вот дела. Мне, надеюсь, вы все поняли, что это видео абсолютный сарказм, абсолютная, тупорылая шутка. Я, опять же, никого не оскорбляю, уж тем более маленькое молодое поколение, которое начал только совсем недавно играть и застало только вот недавние ивенты. Это только там всякие метаверсы, Rebo Battles, там, опять же, The Hunt и вот Classic. Потому что, ну, опять же, старички уже все понимают или давно уже ушли из комьюнити, в принципе, да и из самого Рублокса. Я вот с 15-го года играю, много чего застал, но, в принципе, я понимаю сейчас нынешнюю позицию Рублокса и куда он вообще, в принципе, движется. Просто Рублокс изменился, это надо принять. Ну и, опять же, как я и сказал, действительно правда, все-таки, ребята, вы слишком много требуете очень всего. И, опять же, халярных вещей, одежды там, линиток и многое-многое другое. То есть, прям хотите прям все по-бесплатному. Рублокс уже надо хоть какую-то выгоду получить. А что, такие его дела. Ну и тем более, опять же, да, все вы были, конечно, довольны выбором плейсов, почему добавили это, а не то. Но, надо смириться, просто смириться. Ну и, как я и говорил, не завышать свои ожидания по поводу предстоящего, допустим, ивента. Допустим, вот как сейчас с нынешним ивентом, сейчас в данное время, когда я записываю, проходит ивент про миньонов, да, там, четвертую часть вот этой, миньонов. Я, если честно, не смотрел, мне лень. Да и третью часть не смотрел, да и вторую, в принципе, тоже. Первую. Так вот, там просто проходить четыре задания, четыре миссии, которые просто сделаны в стиле обе. То есть, пройти на время, получить бананчики и забрать там пушку миньоновым. То есть, в этом плане. Еще раз, извиняюсь, вообще за оскорбление молодого поколения, опять же, ну, рублоксер, которые сняли все эти видео, это была реально просто шутка вкинутая, просто так, что типа, ахаха, типа, вот вы все такие нефаги, а я тут типа, вот такой. Нет, ребятки, я вас понимаю тоже, вы тоже недовольны, но проблема в том, что все-таки вы все-таки не застали те времена и вам не с чем сравнивать. Вы можете только судить по видео, либо комментариям различным, либо по ощущениям других игроков. Типа, вот спросите, типа, каков там был тогда ивент и прочее, как он ощущался, как он проходился, понравился ли он и так далее, и так далее. Так что, такие вот дела, такой вот ролик получился. Вообще, изначально этот ролик планировался быть вообще не только посвященный вот этой тематике The Classic, да, но и в принципе то, что комьюнити в последние года очень часто всегда недовольны рублоксом и не начинает себя винить, то есть само комьюнити, ведь отчасти комьюнити в большинстве случаев были виноваты, то есть опять же своими требованиями, приказами и так далее, и так далее. Почему именно приказами? Типа, Роблокс, сделайте немедленно, эханты, верните это, верните то, то есть приказывают. Ребята, кто мы такие? Мы просто игроки, мы просто комьюнити, мы никто. Если мы были там какими-то деливоперами или просто известными личностями, или уж тем более сотрудниками самого Роблокса, то можно было действительно возмущаться. А так, что мы можем сделать? Ничего. Роблокс нас либо выслушает, либо пошлет нахуй. Уж такие вот дела. Ну а с вами была Гантриус, такой вот ролик получился. Еще раз, еще раз извиняю за оскорбление вас тут всех. Ребята, я вам не желаю ни того, ни сего, вы все молодцы и прекрасны, что высказались об этом ивенте, что дали понять Роблокс, что вообще-то Роблокс как бы ты опять прокололся. Да, постарался получше, но опять же прокололся. Опять же, молодцы Твин Атлас, что сделали потрясающий хаб, интересный и наполнен различными пасхалками. Так что, все, всем пока, увидимся в следующем видео. Я не знаю, какой это будет, либо и вообще про обе никогда не выйдет, либо это будет про Оуклендс или вообще про Блокс Фрутс, как я обещал когда-то давно. Ну, или, кстати, в комментариях мне сказали, типа, будет ли видео про ответы на вопросы третьей части. Скорее всего, будет, когда у меня будет 6000 подписчиков. Поэтому, все, всем пока, хватит пиздеть, удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok